Вот, и во время этих празднеств, этого праздника, мы прочитаем всю эту книгу. Вот, завтра будет чтение утром, и днём тоже, вот, и вечером тоже. Потому что, вот, сегодняшний день наступающий, сегодня вечером, и сегодня вечер, завтра утро, потом вечер, утро, два дня мы празднуем этот праздник, библейский праздник Пурим. Вот, перечитываешь эту историю, и каждый раз, знаете, переживаешь, как бы вновь и вновь её. Вообще, этот праздник весёлый, в Израиле он, наверное, самый весёлый праздник, точно. Вот, многие традиции такие уже современные, и порой совершенно ничего общего не имеющие, не с Библией, не с библейской теологией, но уже больше такая светская такая развлекаловка, да. Но память о том чуде Божьем сохраняется по сей день. Вот, и самая прекрасная традиция этого праздника, это как раз чтение Магеллата Стер, свитка Стер. Книга Исфир читается и вот вечером сегодня, и завтра утром читается, поэтому у вас есть возможность ещё и на оригинальном языке услышать чтение свитка Торы, свитка Исфири, завтра в синагоге можете послушать, или здесь в Киеве, или в вашем городе, где вы находитесь, узнайте, где синагога у вас, традиционно, самая обычная еврейская синагога, послушайте. Вот, и дома, конечно, порассуждайте, почитайте Божье Слово, почитайте книгу Исфири, поразмышляйте. Я собираюсь как раз вот и после уже завершения праздника, тоже в завершении праздника вновь её перечитывать, эту книгу уже у нас в церкви, ну и в гостях тоже. Пусть Господь благословит вас всех, дорогие друзья. Размышляем о книге Исфири, размышляем о том спасении, которое Бог совершил. Конечно, в этой книге, как и в других книгах Библии, рассказывается об очень многих бедах, рассказывается о несовершенствах этого мира, будем так говорить, рассказывается о извращённой природе падшего человека, как в еврейской традиции называем мы это Эцерара, да, вот Эцер, Эцер, злое начало в человеке. В нашей христианской традиции мы называем это не просто злым началом, а первородным грехом. Но в принципе это хрены резки не слаще, это как бы одного поля ягода, разные термины, разные немного чуть представления, но принцип тот же самый, зло, которое поселилось в человеке, вот это как бы как раз самая проблема. Вот, и враг действительно всегда хотел украсть, убить и погубить, разорить Божий народ. Вот, и евреи тогда, проживавшие в Сузах, да, в царстве от Атасерса, Ахаш-Вероша, Шушан, крепости той. Да, много было евреев, проживало там, но большинство евреев были, ну, не иудеи уже, нет, нет. По сути, если так положу руку на сердце, в общем-то, оставался один лишь достойный иудей во всём народе, по крайней мере в столице точно, это был Мардыхай, который не прогнулся под изменчивый мир. Вот, хотя тем навлёк там и проблемы, казалось бы, но, на самом деле, в дальнейшее повествование нам раскрывает такую картину, что всё это во благо. И в Новом Завете написано, интересно, что любящим Господа, призванным по его изволению, всё содействует ко благу. Удивительно. Много раз тоже в этом убеждался, и Библия об этом очень много говорит и рассказывает нам. Слава Господу. Благоставляю вас, возлюбленные братья и сёстры. Вот, всех с праздником. Поздравляю вас с наступившим уже праздником Пурим. Хак-Пурим-Самэх. С праздником библейским, этим святым праздником. Избавление, спасение народа Божьего. Хак-Пурим, Хак-Пурим. Я благоставляю Израиль сегодня, благоставляю Иерушалаем, Иерусалим, столицу возрождённого еврейского государства. Благоставляю всех вас, братья и сёстры. Благоставляю свой дом сегодня. Благоставляю свою супругу, детей наших, внуков, котов наших. Весь дом наш благоставляю. Вот, и пою благоставения священников и на всех вас, возлюбленных, на ваши дома, на ваших родных, ближних и дальних всех. На школу, в которой я преподаю эти дни, здесь, в Киеве, школа библейского христианского мировоззрения. Так она называется. Эта миссия организовала миссия под названием «Молодёжь с миссией». «Молодёжь с миссией», так называется. Да, так что, это межконфессиональная, междинонационная такая, значит, миссия. Мне очень понравилось там. Хорошие ребята, девчата, хорошие вот именно, хорошие служители, мужи и жёны Божьи. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо за всё. Благослови, Господь, Боже, нас всех во имя Господа. Иисуса Христа, Бешем и Ишуа Ганашех. Амин, амин, амин. Аллилуйя. Аллилуйя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо своё на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Благословляю всех вас, братья и сёстры. Благословляю. И в 6 утра подключайтесь на утреннюю молитву. Она будет не совсем обычной молитвой. Это будет продолжение чтения книги Исфири. Будем читать, молиться и Бога благодарить за всё, за спасение, которое Он даровал нам через царицу Исфири, через Мордыхая. Он, Бог всемогущий, имею ввиду, Он действительно проявляет себя таким образом, удивительным в этих ситуациях, казалось бы, в этих случайностях многих. Он, великий Бог, проявляет своё могущество. Аллилуйя. Великое своё, даже в малом. Спасибо Господу за всё. Благословляю всех вас во имя Иисуса Христа. Доброй ночи всем. Пусть Господь благословит вас. Приятных сновидений и в разумлении во сне. Бог и во сне учит нас, наставляет нас. Я сам тоже ожидаю Божьего откровения. И в эти дни, в эти дни, пуримные дни, праздника библейского, я ожидаю тоже божественных таких пуримов, божественного переворота. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Во всех сферах благословения вам всем. Аминь. Хак-пурим, хак-пурим. Аллилуйя.